Продолжим выпуск. В каждой школе по современной спортплощадке. Уже несколько лет в регионе совершенствуется спортивная база образования. Кто из учеников уже занимается в новых условиях, а кто получит подарок в ближайшее время, расскажет Екатерина Болдырева. Полтора года назад в Курской школе номер 35 на месте старого стадиона появилась новая спортивная площадка. С того момента занятия физкультурой более чем для тысячи детей стали разнообразнее и приятнее. Многофункционально, удобная, а самое главное безопасная. Новая площадка для будущих спортивных побед. Теперь есть возможности поиграть в футбол, баскетбол, волейбол, возможно игры. Мне очень нравится эта площадка, я рада, что ее сделали. Площадка удобная. Не то, что там асфальт, попадешь, разобьешься. Ходим, нравится, играем. Площадка пришлась очень кстати. В новый учебный план добавили дополнительный час физкультуры. Справиться с образовательной нагрузкой одному спортзалу было бы сложно. Как только у нас снег сходит, мы сразу же на улицу, сразу же в спортплощадку. На площадке можно три класса, то есть площадка большая, две баскетбольные площадки, волейбольные. То есть, ну это очень замечательно. Еще один плюс. У школы появился дополнительный стимул для развития новых спортивных направлений. Мы начали развивать еще такой вид спорта регби. И в этом году мы открыли спортивный клуб регби. В 2012 году спортивный подарок получат еще несколько курских школ. Мы ожидаем в этом году установку еще трех площадок. То есть, мы будем иметь семь многофункциональных площадок, которые позволят играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол. То есть, повысить качество обучения. Всего в 2012 году в регионе должно появиться 15 многофункциональных спортивных площадок. А значит, еще несколько тысяч курских детей получат возможность заниматься спортом в современных условиях. Екатерина Болдырева, Алексей Еременко, телеканал СЕИНЬ.